Сложилась добрая традиция, приобретая новые станки, инструмент, делать обзор на это оборудование. По стечению определенного времени, полгода или год, такие обзоры я обычно повторяю, для того, чтобы более подробно рассказать о достоинствах и недостатках данного станка, данного оборудования, данного инструмента. Я Владимир Жиленко и приветствую всех вас на своем столярном канале. Сегодня на обзоре фрезерный станочек. Фрезерные станки, которые окружают нас, можно разделить на три группы. Первая группа это промышленные фрезерные станки весом 200-300 килограмм и более. Здесь асинхронный двигатель 2,5 киловатта, ременная передача и отличительная особенность это насадные фрезы с отверстием внутри и большого диаметра. Фрезерные станочки, я так ласково называю, это когда ручной фрезер устанавливается в фрезерный стол. Еще одна группа есть мини, где кромочник устанавливается в фрезерный стол. Этот фрезерный стол по размеру напоминает чем-то фрезерную пластину. Все эти три группы существуют, все эти три группы необходимы, но больше всего востребована группа это такой станочек, за которым я сижу. То есть любительский станочек и мастера изготавливают такие станки в большинстве случаев самостоятельно. Что же предлагает нам на сегодня промышленность, готовые станки? Я посмотрел сайты, компания Харви Рус предлагает один станок настольного типа, компания Джет предлагает оборудование, из которого можно самостоятельно собрать. Это столы, лифты, пластины, то есть большой выбор для того, чтобы самостоятельно собрать станочек. В компании Джет я как раз и приобретал большую часть оборудования, для того, чтобы самостоятельно собрать вот этот стол, поработать на нем полгода и сделать обзор, что же случилось с этим станочком за полгода. Начну с самого главного. Это фрезер. На моем фрезерном станочке установлен ручной фрезер Makita 3612 Mada in Kittai. Поработав полгода на этом станке, можно сказать следующее. Мощности двигателя 1850 Ватт вполне достаточно. Он не теряет обороты при больших нагрузках. Прекрасно работает, нет вибрации. И хотелось немножко остановиться и рассказать о цангах. На моем канале около 10 роликов, где я изготавливаю различные фрезерные станочки. Станочки или фрезерные столы, кому как удобно будет. Один из станков я использовал фрезер Makita 2301. Прекрасный фрезер, отличный. Этот фрезер более новее, чем Makita 3612. И на этом фрезере у меня дважды случалась проблема, что фреза после того, как я установил, она поднималась вверх. Почему это происходит, хочу немножко остановиться и рассказать вам. Цанговый зажим. Внутри цанга. И сверху гайка. Для того, чтобы установить фрезу меньше, устанавливаем переходную втулочку на 8 или переходную втулочку на 6. Все это зажимается, фиксируется. После каждой установки я ключом проверяю снизу, поднимаю фрезу вверх, удерживается ли она или нет. Потому что, еще раз скажу, была такая критическая ситуация. С чем это связано? Первое. Не достаточно усилия, чтобы удержать фрезу. С чем это связано? С втулочкой. Именно с качеством втулочки. Вот эта втулочка макитовская. На маките произошла ситуация, когда эта втулочка, видно, до конца не работала. Какие бывают втулки? На что надо обращать внимание? Первое. На качество обработки, на поверхности. Второе. Сколько здесь разрезано? Есть такие втулки, дешевые, где один разрез. На этой втулочке три разреза. И есть втулочки с хитрым разрезом с одной и с другой стороны по три разреза. Это демаровская серия. Вот на маките мне пришлось поменять эту втулку, для того, чтобы добиться качественного зажатия фрезы. Я поставил втулочку демаровскую 12 на 8 миллиметров. И фреза прекрасно удерживалась. Есть такие переходные, скажем, цанговые патроны. Они подходят от Bosch фрезера. И можно их устанавливать на фрезер Макита 3612. Именно на 3612. На фрезер 2301 такой цановый патрон не подойдет. Я специально об этом остановился, потому что это техника безопасности. Раз у меня такой был случай, значит этот случай может повторяться. Поэтому я немножко об этом случае рассказал и напомнил вам. Фрезерный стол от компании Jet. Материал чугун. Небольшой размерчик. Если посмотреть со стороны, кажется совсем детский станочек. Но тем не менее, задачи, которые я ставил перед этим станком, он вполне выполнял, справлялся. И за этот стол хочется сказать следующее. Да, размер небольшой. И главная, наверное, проблема это размер под пластину. Так уж конструкторы создали, что для того, чтобы приобрести пластину в этот чугунный столик, надо купить пластину, чтобы она подходила под размер. Здесь размер 298 на 235 миллиметров. И эта пластина подходит от компании Jet, от компании Craig и от компании Arsenal Master. Вот эта пластина красная, это от компании Arsenal Master. Я ее приобретал и самостоятельно устанавливал. Хочу сказать следующее. При самостоятельной установке фрезера, часто мастера делают разметку следующим образом. Снимают, приклеивают пластиковую подошву, обводят карандашом, кернят и сверлят отверстия, для того, чтобы установить фрезер на потайные болты. Это грубейшая ошибка. Я рассказывал в ролике о том, как установить фрезер на пластину. Самая лучшая разметка, это разметка по алюминиевой подошве, где надо знать вот эти расстояния. А таких расстояния есть в интернете полным-полно. И вот эти расстояния самые точные. И на эти расстояния надо ориентироваться при разметке и при установке фрезера в пластину. Пластина от компании Arsenal Master. Это алюминий. Алюминий крашеный, что очень хорошо. И здесь интересная форма колец, которые устанавливаются. Устанавливаются эти кольца на магниты. Здесь сильные магниты. И таких колец всего-навсего три. Достаточно ли? Да. За полгода скажу, что я отработал. Этих колец вполне достаточно. Вернее, размеров этих колец вполне достаточно. Это внутренний размер. Здесь регулировочные болты есть для того, чтобы отрегулировать. После регулировки я залил эти болты клеем по капельке. И полгода отработал. Я никаких регулировок на пластине не делал. Хорошая пластина. Тем более покрашена. Я специально остановился и говорю, алюминий крашеный. Я изготавливал столы. И два стола я делал, когда алюминиевый профиль покупал. Этот профиль я брал от станков ЧПУ. Но один недостаток. Этот алюминий пачкал заготовки. Параллельный упор от компании Jet. Прекрасно смотрится. Такой какой-то забавный, интересный. И главное, он сочетается с пластиной. Вишневый цвет на обоих деталях. И самое интересное, что Jet выпускает несколько видов упоров. Несколько видов столов. И не всегда они стыкуются. Для того, чтобы нормально смотрелись и нормально работали. И вот здесь получается. Упор прекрасный, все хорошо. Но он немножко коротковат. И для того, чтобы вот это ликвидировать, я изготовил боковые шторки немного длиннее. Пересверлил отверстия. Стационарные винты с барашками. Все это устанавливалось и работало. Работало прекрасно. И здесь вы видите уже с переделкой. Самая интересная нестыковка этого станка, это вот эта деталь. Я хочу немножко подвинуть и остановиться, и рассказать. Для того, чтобы упор передвигался параллельно, а мне хотелось именно, чтобы упор передвигался, и этот упор всегда был параллелен вот этому Т-треку, я скажу, что на промышленных станках такой ситуации нет. У меня был промышленный станок Jet 35 модель X, и там передвигался упор в хаотичном направлении. И для того, чтобы выставить его, надо было всегда замерять расстояние от края до упора, от края до упора. Неудобно. А здесь мне хотелось сделать так, как на одном из моих столов. Я покупал фрезерный стол в Шипорезке. Там был фанерный стол. Очень прекрасные Т-треки и ползуны. Они насколько были плавно, плавно перемещались. Они меня прям заразили. И при изготовлении этого фрезерного станка, мне хотелось повторить эту идею. И я изготовил такой ползун. Этот ползун из стали. Он входит плотно в паз. А здесь два паза на станке. И вот этот ползун перемещался. На ползун я укрепил параллельный упор. Вот здесь вы видите, я просверлил два отверстия. Отверстия небольшие. Здесь болты на 4 мм. Расстояние между этими болтами. И во время эксплуатации случилось то, что не рассчитал. Скажем так, честно и откровенно. Начал сбиваться упор. Уже не параллельность. Иногда заедал при движении, потому что здесь поверхности не отполированы. И мне хотелось этот упор параллельный изменить и переделать. Я много изготавливал изделий. Именно на фрезер. В основном это безлюфтовая каретка. И я применял такую систему, которую вы видите здесь уже на переделанном упоре. То есть безлюфтовая система состоит из двух реечек. Бюджетный вариант. Одна реечка имеет вырез. Этот вырез необходим для того, чтобы здесь древесина изъебалась. Был на тяг. Я решил удлинить упор. Нашел пластину такую 40 мм. Толщиной 4 мм. Пришлось отфрезеровать немножко подошву. Подошву для того, чтобы установить эту пластину. Какая вот看 пластину такую 80 мм. Какая вот это пластинка? Подошву для того, чтобы установить её в ПЛЕ. ПОСТОЧНАЯANT В ТВ1 r. Пnte пластину. ПАГА П PoppyIs жс bisa отфрезеровать. ПАГА ПАГА ПОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... И вот после переделки фрезерный упор выглядит следующим образом. Здесь получается натяг все время, усилие и в этом упоре нет люфта. Самое интересное, что этот упор всегда будет параллелен Т-треку, чего я добивался. Минус, наверное, того, что я до сих пор не придумал микроподачу. Как-то обхожусь без нее, работаю без нее. Микроподача смущает меня первое. Она должна быстро устанавливаться, быстро сниматься и не мешать в работе. То есть подвинул фрезер, заменил фрезу и микроподачей подстроил. То есть здесь должна быть какая-то маточная гайка, разжимная. То есть этот сложный узел для микроподачи. Еще раз скажу, должен устанавливаться быстро, работать корректно, плавно. На подшипниках перемещается отлично и проблем с упором нет. Хочу теперь рассказать о приспособлениях, которые я устанавливаю на фрезерный станочек. Первое приспособление, с которым я работаю, это шипорезка. Каретка-шипорезка. Она также устроена и имеет безлифтовую систему. Прямой угол, жестко прикручены направляющие, подшипники. Вторая направляющая, гуляющая, для того, чтобы выбрать зазор. И вот этот зазор меняется в зависимости от изгиба древесины в тонком месте. При работе с этой кареткой я столкнулся и здесь я выполнил две регулировки, два усовершенства. Они большие. Первая проблема была связана с зубом, с формой зуба. Я нашел калиброванную деталь. Это толкатель из клапанов, ровно 10 мм. Я установил и работал. Но во время работы заметил, скажем так, бегающий размер. И пришлось вот этот зуб изготовить новый. Этот зуб я изготовил из алюминия. Ручным фрезером все это выпиливал. И здесь получился размер точный 10 мм. 10 мм я останавливаюсь на этой цифре, потому что у меня есть такая компрессионная фреза. Это фреза для станка с ЧПУ. Здесь 10 мм. Я отдельно покупал... Вот здесь вы видите, какая красивая, хорошая втулка. Это втулка Димаровская какая, фреза Димаровская. Вот это втулка 12х10, а сама фреза 10 мм. Ну, здесь фреза, конечно, бомба. Здесь расположены режущие кромки под разными углами. И при работе здесь получается совсем тонкая стружка. Нету никаких скалываний. Я решил, что размера 10 мм мне хватит для ящичных соединений. Выполняю ящичные соединения очень часто. Получается у меня размер стабильный 10 мм. И при первой регулировке я еще сделал такую микроподачу. Видите, какая опять микроподача. Болт, гайки. Совсем кустарно, совсем колхозно. Но, тем не менее, этот узел работает. Устанавливается... Вот видите, и здесь происходит натяг. Под усилием надо затягивать. И каретка ходит с небольшим усилием. Здесь есть ограничения по длине, для того, чтобы дальше не заехать. Немножко туговато, скажем. Но здесь отсутствует люфт. Устанавливая эту фрезу, я регулирую лишь только высоту. Все остальное здесь настроено. И настроено очень хорошо и точно. Об этом я хотел остановиться и рассказать. Часто получаю вопросы, как правильно настроить шипорезку. Бывает ситуация, когда болтается ящичное соединение. Бывает, когда очень туго, плотно. Как добиться, чтобы соединение было правильное? Отвечаю на этот вопрос. Первое. Настраиваем шипорезку. Делаем первый проход. Делаем второй проход. Замеряем это расстояние. У меня получается 10 мм. И вот здесь я должен замерить расстояние, когда я порезал. И здесь вот вы видите расстояние 90,04 мм. Вот это расстояние. То есть, если у нас фреза 10 мм, мы должны на пробной детали попробовать, нарезать и посмотреть. Если что, регулируем передвижением вот этой каретки. То есть, расстоянием от зуба до фрезы. Столярное соединение считается правильным, если собираем и оно не рассыпается. Вот это плотно, вот это хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зуб должен быть прямоугольного сечения или квадратного сечения. Размер соответствовать фрезе очень точный быть. И узел, который мы должны перемещать, это микрорегулировка. Вот выполнена совсем она просто. Отпуская болт, можно добиться небольшого перемещения. Здесь крепление вертикальной пластины. Еще один узел, это каретка. Каретка угловая, с поворотом. Это каретка самодельная. Здесь отдельно ползун, который я покупал когда-то ранее. Здесь вот это транспортир от ленточной пилы. То есть, сборный узел. Вот эти прижимы я выписывал на арсенал мастера. И вот эта каретка мне нужна, когда я нарезаю балясины и по окружности, по периметру делаю украшения. Применяю гравировальную фрезу, зажимаю, прохожу. И еще об одном приспособлении хочу рассказать. Это вот такая длинная рейка. И эта рейка устанавливается на упор. В одном из роликов она мелькала. Но, делая сегодняшний обзор фрезерного станочка, хочу сказать следующее. Это рейка-заменитель фрезы с подшипником. Как это все работает? Я устанавливаю фрезу. Фрезу устанавливаю очень хорошую. Вот, к примеру, фреза, где режущие кромки, это вставные ножи. Вот это все приспособление необходимо для того, чтобы при изготовлении шкатулок, сундучков, когда я склеиваю, и поверхность имеет вот такую форму. Центральная базовая рама, и по бокам приклеены крышки. Эти крышки выступают за боковую поверхность. Как обработать крышки? Мы обычно используем вот такую фрезу, фрезер ручной, и обгоняем с четырех сторон. Недостаток. Первое. Вот такая фреза часто скалывает, особенно дуб, в продольных направлениях. Из личного опыта. Второе. Часто вот эта фреза оставляет след от того, что мы прижимаем, от того, что слабенький подшипник, плохо вращается, создается усилие. И самая главная беда, это разница в диаметрах между режущей кромкой и между подшипником. Здесь может не добираться немножко, что не совсем плохо, и перебор. Вот это хуже. То есть потом требуется шлифовка, что тоже не совсем хорошо. Я настраиваю так, чтобы режущая кромка и вот эта поверхность была на одном уровне. Именно вот так вот, на одном уровне. И по этому уровню будет ходить база. Все, что ниже базы, попадает в свободную зону, и фреза обрабатывает. Сегодня техническое видео я познакомил с фрезерным станочком. Фрезерные станки разделяются на три группы. Первая промышленная группа, где тяжелые, фрезерные станки из щегуна и насадные фрезы. Фрезерные станочки, с которыми я вас сегодня познакомил, это фрезер мощностью 2 кВт, установленный фрезерный стол. И есть еще небольшие, малогабаритные, мини-фрезерные станочки, где используется кромочный фрезер, и устанавливается рабочий стол или фрезерный стол в виде фрезерной простины небольшого размера. Необходим ли фрезерный станочек, можно ответить на 100% уверенно. Да, необходим в любой столярной мастерской. Без него нельзя выполнять красивые столярные работы. Для того, чтобы правильно работать на фрезерном станочке, надо соблюдать технику безопасности. Я не сильно остановился, поэтому фрезер является опасным инструментом. И после каждой работы надо проверять, насколько жестко зафиксирована фреза в санговом патроне. Фрезерный стол имеет небольшой размер, но этого достаточно, чтобы выполнять любые задачи. Фрезерный упор я доработал, и теперь он работает прекрасно, перемещается. Я немножко доработал каретку в шипорезку. Я подробно остановился на этих узлах и рассказал. Возможно, эти видео, возможно, эти доработки, эти приспособления послужат вам какой-то мере помощью. Поэтому пишите, задавайте вопросы. Всего вам доброго, с уважением, Владимир Жиленко. Субтитры сделал DimaTorzok